Сегодня о нем знает каждый. Он поднимался, падал и снова поднимался. Биткоин. И если дышащего ему в спину эфириума взрастил его отец Виталик Бутерин, а кстати о нем мы недавно рассказывали, если пропустил, ссылка в описании, то биткоин рос без отцовщины и воспитывала его крипто улица. Личность родителя битка Сатоши Накамото покрыта тайной и мраком. Но мы нашли людей, которые могут скрываться под этим псевдонимом. Кто же на самом деле Сатоши Накамото? Состоится ли встреча всей жизни биткоина с отцом? Смотри прямо сейчас. Следствие ведет. Take it easy. Хочешь разобраться в крипте и даже начать на ней зарабатывать? Не пропусти криптомарафон. Вторую онлайн конференцию по криптовалютам и блокчейну. Три дня, 24 практикующих спикера с реальным опытом. Тысячи участников. На криптомарафоне ты узнаешь, что ждет майнинг в 2018-м, зачем блокчейн бизнесу и как вложиться в ICO и не лохануться. Для подписчиков Take it easy скидка на участие 25% по промокоду. Ссылка в описании. Об отце биткоина почти ничего не известно. Говорят, его звали Сатоши Накамото, но не факт, что это его реальное имя. Он ушел из блокчейн-семьи, когда его детищу было всего 2 года. С тех пор никто его не видел. Из разных источников нам удалось узнать о нем кое-какую информацию. Досье. Имя. Сатоши Накамото. Ушел из семьи в 2010-м. Предположительный возраст – 37-47 лет. Предположительное место проживания – Япония. Язык – идеальный английский. Связь с криптой. В 2008-м году опубликовал статью «Биткоин. A peer-to-peer electronic cash system» в списке рассылки о криптографии «Matsdown.com», в которой описал биткоин. Полностью децентрализованную, так сказать, сильную и независимую систему электронной наличности, не требующую доверия третьим странам. В начале 2009-го года он выпустил первую версию биткоин-кошелька и запустил сеть биткоин. Особые приметы. Писал код на C++. Мы не единственные, кто хочет помочь биткоину обрести отца. И первым, кто, казалось, подобрался вплотную к разгадке тайны отцовства, был блогер Sky Grey, журналисты New York Times и писатель из области финансов Доминик Фрисби. По их мнению, с большой вероятностью, этой мистической личностью может быть специалист в криптографии и правоведении Ник Саба. Это и есть наш первый кандидат на должность Сатоши Накамото. Досье. Ник Саба. Возраст неизвестен. Место проживания – США. Язык – английский. Связь с криптой. В 1998 году опубликовал работу о децентрализованной цифровой валюте BitGold, предшественнике биткоина. Впервые о том, что на самом деле Сатоши Накамото – это Ник Сабо, заговорили в декабре 2013 года. Тогда блогер Sky Gray утверждал, что провел собственный стилометрический анализ текстов Сатоши и Ника, и в результате этого анализа выяснилось, что только 0,01% из всех исследователей криптографии могли воспроизвести этот стиль написания. А в 2014 году исследователи из Университета Астона в Англии обнаружили, что среди всех подозреваемых в отцовстве биткоина – максимальное сходство у Ника Сабо. В 1998 году Сабо отправил план проекта BitGold небольшой группе разработчиков, которых интересовала тема криптовалют, в том числе Dai и HelloFini. Тогда проект так и не реализовали. Но когда в 2008 году Сатоши Накамото опубликовал свою статью о биткоине, одним из первых, кому Сатоши отправил электронки, были и Dai, и HelloFini. А последний непосредственно участвовал в усовершенствовании ПО Битка. Кроме этого, оказалось, что Ник искал технических сотрудников для проекта BitGold всего за несколько месяцев до анонса биткоина. Но сразу после появления битка проект заглох. Странным кажется и то, что Сатоши цитировал другие, менее связанные с биткоином проекты криптовалют. Но ни словом не упомянул работу Ника. Подозрительно также, что Ник никак не реагировал на появление биткоина, хотя тема децентрализованных валют в целом была основой его исследований в последние 10 лет. А тот факт, что после объявления о создании биткоина Ник стал намеренно менять даты выхода своих статей о BitGold, чтобы выглядеть отстающим, вообще ни в какие ворота. В блоге Ника существуют две основные статьи. Одна первоначально опубликована в декабре 2005 года, а затем задним числом перенесена на декабрь 2008 года. И вторая статья, опубликованная в апреле 2008, также была сдвинута на декабрь 2008 года. И вроде бы все факты косвенные, но большое их количество указывает на то, что Ник, с большой вероятностью, может являться Сатоши. New York Times все же удалось лично встретиться с Ником, но сам он на вопросы о крипте отвечает неохотно, а свое причастие к биткоину и его создателю отрицает особо рьяно. Может, элементов боится? Время шло, биткоин рос, а об отце по-прежнему невесточки. Но в марте 2014 года вышла статья, которая, казалось, поставит точку в спорах о личности родителя биткоина. Журналистка Newsweek Лия Гудман провела собственное масштабное расследование. В течение нескольких месяцев она вела поиски легендарного Сатоши Накамото и в итоге нашла его. 66-летнего американца японского происхождения Дориана Прентиса. Сатоши Накамото. Досье. Дориан Прентис. Сатоши Накамото. Возраст. 66 лет. Национальность. Японец. Место проживания. США. Язык. Английский. Связь с криптой. Физик. Накамото работал сисадмином в засекреченных оборонных проектах и компьютерным инженером в сервисных компаниях, связанных с финтехом. Журналистка вышла на его родных и оказалось, что никто из его семьи даже не догадывался, что их отец и муж на самом деле и есть отец биткоина. На это указывает множество фактов. К примеру, то, что Сатоши работал на военного подрядчика как системный инженер и имел специфический стиль программирования и наличие характерных ошибок. А Гэвин Андрессен, человек, принявший в свои руки младенца биткоина, в свое время рассказывал, что ему с коллегами пришлось переписать 70% кода Сатоши. Да и реакция на расследование Гэвина, который непосредственно общался с предполагаемым реальным отцом битка, не заставила себя долго ждать. Он написал в Твиттере, что разочарован в Ньюзвик и жалеет об общении с Лией. Вряд ли бы он так реагировал, будь это просто ни в чем не повинный старик. Кстати, хотя Сатоши изначально указывал, что ему 37 лет, но о том, что создатель биткоина может быть почтенного возраста, свидетельствует лингвистическая экспертиза опубликованного в 2008 году документа, в том числе использование старого термина «дисковое пространство». По словам родных, Дориан Сатоши с юных лет проявлял необычайные способности к математике и даже признаки гениальности. Братья описывают его как чрезвычайно умного, угрюмого и исключительно скрытного человека, который даже электронную почту отправляет через анонимайзер, что в общем-то объясняет то, что его письма якобы приходили из Японии. А дочь Накамото вспоминает, что пап постоянно жаловался на несправедливые курсы обмена и высокие комиссионные, которые приходится платить за банковские переводы в Великобританию. И очень беспокоился о вмешательстве государства в целом. Когда она была маленькой, он часто играл с дочерью в одну игру. Он говорил «Представь, что за тобой гонятся спецслужбы». И она пряталась в шкафу. При этом рабочий кабинет все время был закрыт на замок, и он наказывал детей, если те дотрагивались до его компьютера. Еще бы, майнишь ты, значит майнишь, а тут «Ой, я просто дотронулась, а оно потухло». Помимо всего прочего, он собирал компьютеры собственными руками и очень этим гордился. Что объясняет тот факт, откуда у старика может быть техника такой вычислительной мощности. И все вроде бы логично и сходится. Но это все опять-таки очень косвенные факты. Да и разговаривать этот с виду неприметный дядюшка согласился только в присутствии полиции. А на следующий день после публикации Рьяна отрицал свою причастность к битку и сказал, что вообще узнал о нем три недели назад от друга. Ага. Самым серьезным доказательством, которое привела журналистка, было то, что в ответ на один из вопросов тот косвенно как бы подтвердил свое отцовство словами. «Я больше не участвую в этом и не могу это обсуждать. Это передано другим людям. Они отвечают за это сейчас. Я больше не имею к этому никакого отношения». Однако затем Дориан заявил, что якобы посчитал, что речь идет о его предыдущей работе по военным контрактам, многие из которых засекречены. И вскоре подал на издание в суд, утверждая, что публикация испортила ему жизнь. А позже в интернете появилось послание от настоящего Накамото, автора криптовалюты. «Я не Дориан Накамото». Ага, так мы и поверили. Под подозрение, кстати, попал и уже упомянутый ранее Хал Фени, который первым после самого Сатоши использовал ПО для биткоина. Он жил в нескольких кварталах от семейного дома Дориана Накамото, и поэтому возникли предположения, что Фени мог воспользоваться именем соседа. Однако эта версия не выдержала критики. И снова разочарование. И когда казалось, что уже все потеряно, в 2016 году случилось то, чего никто не ожидал. С чистосердечным признанием выступил Крейг Стивен Райт, заявляя, что он и есть отец биткоина Сатоши Накамото. Досье. Крейг Стивен Райт. Возраст – 47 лет. Национальность – австралиец. Место проживания – Австралия. Язык – английский. Связь с криптой. В 2014 году предложил создать Биткоинбанк. В качестве подтверждения личности он привел записи в своем блоге от 2008 года, в котором описывается схожая криптовалюта. Кроме того, он подкрепил свои показания цифровыми подписями с криптографическими ключами, использованными при совершении первых транзакций биткоин. Один из бывших руководителей Bitcoin Foundation, Джон Матонис, состоявший в переписке с Сатоши Накамото, изучив доказательства, пришел к выводу, что Райт действительно создатель криптовалюты. Гэвин Андрессен, которого Райт уговорил приехать на личную встречу в Лондон, также утверждал, что Райт предоставил ему доказательства, и их фальсификация была маловероятной. Но радости общественности не последовало. Если предыдущим претендентам отцовство прям-таки навязывали, то Крейга, который сам представил доказательства, наоборот, пытались увеличить в обмане. Кстати, сказать весьма успешно. В первую очередь журналисты The Economist усомнились в компетенции Райта, необходимой для создания биткоин. Кроме того, сомнения в связи Райта и Накамото выразила репортер издания Motherboard Сара Джон. Она напомнила, что подлинность отправителя сообщений можно определить по PGP-ключу как носителю цифровой подписи участника переписки. Проверив сообщения, переданные изданием Wired и Gizmodo, она заявила, что ключи в этих письмах используют иную, более позднюю систему шифрования, нежели ту, которую использовал Сатоши Накамото в 2008-2009 годах. Доказательство, которое Райд предоставил публично, оказалось фальшивым, поскольку то, что он описал в своем блоге, может повторить любой человек, использовав общедоступные данные из блокчейна биткоина. Правда, вскоре после этого каминг-аута Крейг Райт заявил, что у него не хватает смелости доказать, что он и есть Сатоши Накамото. Он отказался предоставлять новые доказательства своей причастности к изобретению биткоина и удалил все записи о биткоинах из своего блога. Вообще у Райда странноватая репутация. К примеру, он указывал в своем профиле на LinkedIn, что получил докторскую степень в Сиднейском университете Чарльза Стёрта. В ВУЗе подобное опровергли. Крейг говорил, что работал над суперкомпьютерами. Но Silicon Graphics отрицает какие-либо отношения с компанией Райда, Клауд Крофт, Суперкомпьютерс Австралия. Также журналисты выяснили, что за полгода до сенсационного признания Райт заключил соглашение с писателем Эндрю О. Хэгганом, автором нашумевшей биографии создателя Wikileaks Джулиана Асанжа. Это позволило сделать вывод, что Райт попросту жаждет незаслуженной славы. Пользователь Hacker News утверждает, что по данным его лично знакомых с Райтом источников, его характеру присущи безумие и обман. Как бы то ни было, большинство сходится на том, что Крейг Стивен Райт может быть одним из первых майнеров, но не самим Накамото. Однако тайна Накамото так и осталась неразгаданной. Но на этом поиски не закончились. В 2017 году один из бывших стажеров SpaceX предположил, что под маской создателя биткоина Сатоши Накамото скрывается... Кто бы мог подумать... Илон Маск. Досье. Илон Маск. Возраст – 46 лет. Национальность – марсиано-американец. Место проживания – США. Язык – английский. Связь с криптой. Ну, это же Маск, он имеет связь со всем. Сахил Гупта, проходивший в 2015 году стажировку в SpaceX, предположил в своем блоге, что отцом биткоин является основатель космической корпорации, миллиардер Илон Маск и привел, в общем-то, логичные доводы. Автор биткоина мастерски владел C++. Этот же язык активно используется в SpaceX, а Маск в концепции Hyperloop показал глубокие познания в криптографии и экономике. Биткоин был создан в 2008 году во время глобального финансового кризиса, затронувшего банковскую сферу, а зная Маска с его глобальными идеями по спасению мира, идея вполне могла принадлежать ему. Маск, не упускающий мировые тенденции, на публике рассуждает в своих выступлениях о биткоине очень редко, но при этом как-то в Твиттере весьма загадочно откликнулся на вопрос о будущем криптовалюты. Теперь, когда личность в Сатоши раскрыта, этот вопрос можно считать закрытым. Сатоши приписывают обладание примерно миллионам биткоинов, что эквивалентно 9,5 миллиардам на данный момент. Однако они лежат на его кошельке без движения. Это свидетельствует о том, что Сатоши и так богатый человек и не нуждается в их использовании. А состояние Маска составляет 19 миллиардов. Тем не менее, противники этой теории напоминают, что предприниматель называл 2008 год худшим в своей жизни. Да и как бы он мог скрыть тайну такого масштаба, будучи под постоянным прицелом камер? Тут и взгрустнуть незамеченным не получается. Да и сам Маск опять же отрицал свою причастность к созданию битка. Да и вообще биткоины он получил в подарок, а доступ к ним потерял. Ну да, так мы тебе и поверили, Илон. Ну он и ясно, почему отрицает. У него и так спиногрызов хватает. Еще Тесла и Хайперлуп на ноги поставить нужно. Что ж, с наиболее правдоподобными кандидатами на роль Сатоши Накамото, кажется, разобрались. Но что если под этим псевдонимом скрывается не один человек? Что если у биткоина несколько отцов? Такая себе шведская криптосемья. В пользу этой версии говорят интересное совпадение в имени и фамилии нашего главного героя. Сатоши означает мудрость или чистые мысли. Нака может переводиться как «внутри», а Мото как «основание». В итоге все это собирается во фразу, которая на английском звучит как «Thinking clearly inside the foundation». Также в подтверждение этой теории можно добавить, что ответы на письма приходили в случайное время. Возможно, для того, чтобы скрыть настоящий часовой пояс. А возможно, потому что авторами ответов были разные люди. Среди предполагаемых групп отцов оказались студенты Дублинского Trinity College – Майкл Клир, Дональд Оумахони, Хитеш Тевари и Майкл Пирс. Корреспондент «Зен-Нью-Йоркер» Джошуа Дэвис потратил на исследование 4 месяца и пришел к выводу о том, что в создании сети Биткоин мог принимать участие 23-летний студент Ирландского колледжа, специализирующийся на криптографии, Майкл Клир. Он был признан лучшим студентом в 2008 году, а также является соавтором книги о пиринговой криптографии, на основе которой создана сеть Биткоин. Журналист «Зен-Нью-Йоркер» встретил Майкла на конференции в Санта-Барбаре и задал им вопрос об отцовстве, но британец ответил отрицательно, заявив, что он не Сатоши, а если бы и был им, то все равно не сказал бы. Остальные студенты колледжа тоже стали частью расследований из-за связи с криптографией и общей работой. Еще одной подозреваемой крипто-семьей стали Нил Кинг, Чарльз Брай и Владимир Оксман. Журналист Адам Пенненберг провел свое исследование на основе анализа текстов Сатоши. Все три героя этой версии подавали патентные заявки, схожие по стилю заявкой Сатоши. Адам связался с каждым из кандидатов и от всех получил от ворот по ворот. Более того, Кинг высказал скептическое мнение относительно алгоритма Накамото, а затем написал статью The Economist, объясняющую, почему Биткоин не будет работать. И что мы имеем в сухом остатке? Вариантов того, кто же на самом деле родитель Биткоина, сотни. Может, Виталик Бутерин, а может, Мавроди. Под подозрением все, кто имеет отношение к крипте, а попытки узнать, кем же на самом деле является Сатоши Накамото, напоминают игру в мафию. Все сидят с покерфейсами, друг друга подозревают и клятвенно клянутся, что они простые и мирные жители. Но почему так важно рассекретить его личность? Кем бы ни оказался Сатоши, реальной персоной, группой людей или своего рода государственным органом? Это даст объяснение причине возникновения криптовалюты, дальнейшей ее судьбе и реальности угрозы Биткоина мировой финансовой системе. Ну а что думаешь ты? Кто к тебе кажется наиболее вероятным отцом Биткоина? Пиши свою версию в комментарии. Ну и не забудь влепить этому ролику криптолайк, показать его своим криптодрузьям и криптоподписаться на наш канал. На этом все. Адьос! Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо